Продолжение следует... В данном случае я здесь выступаю как представитель Росгеологии, как директор по георазвязочным работам на ТПИ. Это 65 предприятий, это почти 8 тысяч человек. На что бы я хотел обратить ваше внимание? Первое. Во-первых, отечественной геологии нашей, российской, есть чем гордиться, и мы должны, в общем-то, требовать себе определенной доли уважения. Вот мы послушали, Сергей Алексеевич выступал, вчера выступал Теселев, мы, в общем-то, слышали, о чем шла речь. Мы поглядели, что за эти годы привнесли в мировую базу практически 10% открытий от общей мировых, потратив на это 4% средств. Это о чем говорит? Да мы молодцы. Где эти самые юниорские компании, куда нас сейчас толкают и говорят, вот они сейчас придут в Россию и все сделают. Кто сделает? Да мы работаем лучше в 2,5 раза, чем все остальные юниорские компании в мире. А если разбираться по странам, в 8 раз лучше, чем в Австралии, и в 6 раз лучше, чем в Канаде. Это первый вопрос. Второе, на что я хотел обратить ваше внимание, это стратегия. Тут вот выступали, говорили, как это интересно и прочее. Мне, честно говоря, она никакого интереса не вызывает, а большую тревогу вызывает. Я бы попросил ее вас всех прочесть. 24 страницы текста. Если нет времени все читать, прочитайте последний абзац. Что там написано? А с 2021 года поисковые работы прекращаются в России. Что мы будем делать? Мне что сказать своим предприятиям, управляющим директорам? Готовиться к ликвидации и массовым сокращениям? Мне что им сказать, что мы уходим на ту самую регионалку, которая будет под видом ГМК или прочее заведена. Но при этом Минфин мы не очень, я думаю, обманем. Они поисковую часть отрежут и на оставшуюся часть нас оставят. Куда посыпятся наши предприятия, которые по всей стране, в удаленных поселках раскиданы, где нет другой работы? Нет вообще. Люди на улице, оказывается, выброшены уже через год-два. Вот о чем идет вопрос. Когда мы за что-то голосуем, когда, скажем так, либеральные демократы тащат нас в англосаксонскую какую-то беду. Мы же должны думать и об этом, и об отрасли, и об стране, и куда мы придем, и что за нами останется на этом пепелище, когда будут региональные работы и недропользователи. Кто замкнет вот эту дырку и провал, мне пока не совсем понятно, кто компенсирует наиболее рисковые виды работ. Где даже на этих рискованных видах, если, как вы помните, вчера сказал Киселев, если во всем мире один к ста, то у нас один к тридцати объектам отыгрывает, и это считается хорошо. Туда что, пойдут инвесторы и бизнес? Никогда. Никогда в такую рискованную часть бизнес не пойдет, потому что не сможет привлечь заемные средства, потому что банки под эту историю денег не дают. Поверьте, не дают. А на свои они не пойдут. Посмотрите, что сейчас происходит на сегодняшний день. Крупнейшая компания, Полюс, представитель, тут есть. В Центрально-Сибирском регионе в 2016 году сколько в георазведку вложено денег? Ноль. Вы понимаете, о чем речь? Это очень тревожный момент. Третье. Поэтому по стратегии я бы вас очень хотел внимательно, вам просто просьба. Не надо там где-то как-то бездумно голосовать и прочее. Ее надо дорабатывать. Там много всего другого, о чем я даже сейчас не буду говорить. Я говорю про последний абзац стратегии. И третье, на что хотел обратить внимание, в том числе был сегодня упрек Евгения Аркадьевича, вот пришла Росгеология, все забрала, а нам тут остальные компании хорошие. Хорошие, и в самом деле он прав. Юниорскими я не буду их называть. Частные геологические компании остались не удела. Вы понимаете картина? С 2014 года с 10,8 миллиардов, налететь на 5,6, а на следующий год 5 миллиардов. Хозяйствующие субъекты не могут так работать. Когда в лоб лопатой получают, их в два раза обрушивается бюджет. Понимаете, что случилось? Каждое предприятие развивается, и в программу следующего года закладывают минимум 10% развития. Мы получили обвал. И вот следующее, что я хочу сказать, что наша отрасль находится в предкризисном состоянии. Об этом почему-то особо не говорят. А я вам скажу, в предкризисном. Потому что я не только руковожу вот этими многочисленными предприятиями. У меня еще все оптировки и все реестры платежей. Я вижу, что происходит. У меня просто завтра денег не будет платить за это все. И никто нам не поможет. И поэтому даже те компании, которые в самом деле хорошие в России и есть, как можно было им помогать и часть контракта выводить на них, когда пришлось по своим компаниям проводить реструктуризацию, увольнение и сокращение целых подразделений. Единственное, на что мы пошли, пошли и настояли на этом, и я настаивал, это отраслевые институты. Больше миллиарда рублей было заведено на институты. 508 миллионов СНИГР, 350 ВИМС, плюс имгрей СНИГ, там, по-моему, миллиард сто. Все. И то это было, так скажем, большой бонус этим предприятием. Мы понимали, отраслевая наука не может просто взять и рухнуть одновременно. Ну, тащить за собой еще частные компании мы уже физически не могли. Я еще раз говорю, двукратное сокращение сигналаний. В следующий год еще меньше. А в светлом будущем нам вообще непонятно, что рисуют. Вот на это я ваше внимание обращаю. Большое спасибо. 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 Спасибо.